Известно, что в годы войны многие наши земляки попали в плен. Сохранением памяти о них сейчас занимаются пермские архивисты совместно с коллегами из Германии. Репортаж Юлии Языковой. 112-я стрелковая дивизия, сформированная в Молотовской области в июне 41-го, была переброшена к линии фронта. Уральцы воевали в Прибалтике. Основной задачей было всеми возможными силами сдерживать наступление вермахта. Дивизия несла большие потери. Многие наши земляки попали в плен. Это карточки, которые заводили на каждого красноармейца в германских концлагерях. Краткие сведения, отпечатки пальцев, даже снимки флюорографии. Есть и особые отметки. Вот рядовой Павел Селин. Дважды пытался бежать. Младший лейтенант Гавриил Наумов был отправлен в гестапо. Возможно, за подготовку бунта. В свое время органы СМЕРШа изъяли из немецких концлагерей всю документацию по военнопленным. В том числе в нашем архиве хранятся немецкие карточки. Документы уникальные. И с ними, кстати, пока еще очень мало работали. Многие солдаты и офицеры попадали в Нюрнберг. Этот город называли тогда сердцем фашистской Германии. Любимый город Гитлера. Именно там проходили съезды национал-социалистов. А затем был организован крупный концлагерь, куда и везли советских пленных. Многие умирали от изнурительного труда и болезней. Сейчас в этом городе размещается музей Докуцентрум, где создана историческая экспозиция под названием «Ослепление и насилие». Сотрудники музея обратились в Пермский архив. Попросили предоставить документы о тех, кто когда-то побывал в Нюрнбергском концлагере. Они хотят рассказать именно об истории этого лагеря в Нюрнберге. То есть они рассказывают об истории долагерной, то есть создании этого партийного центра и во что он превратился. В общем, через страдания людей, через тяжелые судьбы тех, кто содержался в этом лагере, ну, показать, в общем, реальное качество фашизма. В Пермский архив в этот день пришли и люди, которые занимаются поисковой работой. Каждый год отправляются на места, где шли сражения. Ведут раскопки, поднимая с земли останки бойцов. Ищут в архивах информацию о них и их родственниках. Наши коллеги из других поисковых отрядов находили земляков. То есть это множество из коми было найдено пару лет назад. Бойцов Соликамска находили, Лысый, Кунгур, да, находят, периодически находят останки. Но непосредственно нашими силами мы находили безымянных бойцов только. То есть у нас не было личных опознавательных знаков. Каждую вахту мы поднимаем по нескольку десятков останков бойцов. Мы работаем в районе Ржева. Это такое очень знаковое место, место крупнейшего сражения. Пермская 112-я стрелковая дивизия к осени 41-го перестала существовать. Погибла в окружении под Вязьмой. Сохранить память о тех, кто и в плену, и на поле боя остался верен воинской присяге. Такую цель ставят перед собой и поисковики, и историки. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.